нотей как-то так так ну и теперь я поеду обратно наверное часовня очищения судя по чату это вообще какая-то тупиковая локации мне сюда не надо ну раз уж я сюда пришел то надо ее пройти если что-то под лифтом отсюда не видно на 2 следующий раз проверить так оттуда я пришел я могу пойти вниз или я могу пойти сюда и здесь огромный какой-то гигант окей ну тебя нафиг пойду лучше вниз и что даже никакого подвоха так не интересно хотя я не понял что меня сдамажива но окей глубинный самоцвет закалить оружие сделав его глубинным смотреть из закаленного титанита такие находят среди отбросов храма глубин глубинное оружие наносит урон тьмой но его мощь не зависит от качества обладателя есть тьма что лежит далеко за пределами человеческого познания но то есть придется гигант уйти хау слайм зачем успею пробежать видимо да кольцо меча лойда у меня есть кольцо щита лойда ну или какого-то там его щита в общем такой же только со щитом перекатываться надо вовремя и а и и и и и и и и окей под лифтом ничего не было теперь я знаю где огненную сферу взял пироманта купил для этого ему нужно принести том из болот но и не из болота в общем оттуда где краба а сам пиромант в поселение нежити поселение нежити в канализации стоит статуя велки разве она не бесплатно снимает проклятие она во первых не бесплатно во вторых она по моему его снимает только текущее опустошение а метки остаются то есть я все равно набираю это опустошение заново а у хранительницы там по идее дорого но насовсем сколько у него жизни не так уж много видимо у меня почти получится его зачистить так или нет он начал делать что-то другое да упс он два раза бьет теперь я знаю ну а в в до а чёрт гигант легко убивает снизу по ногам очень медленно и неповоротливая для этого нужно вниз попасть каким-то способом в этом проблема права всегда два раза но он и левые два раза ударил в прошлый раз я попытался пробежать не вышло но хотя может я просто слишком медленно попытался пробежать да в этот раз чуть-чуть получше но именно что чуть-чуть упс какого чёрта глубинный священный флиант изучить чудеса глубин изначально флиант должен был обучать дикона в глубин божественной защите но потом в него было было записано несколько темных сказаний теперь книга считается оскверненный окей впереди мимикрия так что время пришло жестокое избиение так ну я вижу на потолке противника а тут что тут я тоже его вижу окей черт стамина я в очень неудачном месте оказалось Я труп, не могу отсюда выбраться Окей Отлично Ага, свайм тут Здесь висит Про метку я уже Много раз рассказывал В общем, за Левелапы у чувака, который дает Бесплатные левелапы, даются Эти метки черные Темные, черные, какие они там За каждую метку при смерти Накапливается опустошение И становишься полым Что именно дает опустошение, я не знаю Как избавиться от метки Это нужно пойти Купить ключ за 20 тысяч Подняться в башню, взять там душу хранительнице Отдать хранительнице и О, я могу пить тесто на лестнице И потом у нее Еще за миллионы денег снять А, стреляй на Уголь И... все Потому что там я могу спрыгнуть туда же Откуда я пришел собственный Окей Там еще чувак Они залезут сюда сейчас? Да Недолет Перелет Да Да Хватит перепрыгивать Мои фаерболы Окей Найти указания Но это фигня Которая подсвечивает Больше знаков на полу Или это что-то другое Получить подсказки и знаки Не используя уголь Чуть заблудших душ Показывает дополнительные указания Из иного мира И знаки призыва Даже лишенному угля Вау Читерство Так А что кольцо делает Кстати Которое я нашел И стоп У меня же было кольцо со щитом Нет? Куда оно делось? Сильвит атаку А, оно продавалось Я его не купил Да Усилует атаку При полном здоровье Такие кольца дают Рыцарям Белого Пути На них изображен Меч Закона Принадлежащий Всяцу Ллойду Повышает силу атаки При полном здоровье Много воды вытекло С тех пор Как Белый Путь Поклонялся Ллойду Клейки Карима Ну в общем Это то же самое описание Насколько оно увеличивает Силу атаки У меня сейчас полное здоровье У меня сейчас полное здоровье А, так 264 Силу атаку Я не уверен Я совсем не уверен Ну он бэкстабится Уже хорошо Окей Налево или вперед Вот в чем вопрос Налево Или Или нет Окей Стану-ка я Таким Кирк Средний палец Не зря Я стал таким Да С поездом Что-то непонятное Иногда враги В тяжелом арморе Стаггерятся Там не знаю Рапирой или даггером Иногда враги В тряпках Не стаггерятся Каким-нибудь там Двуручным молотком Кирк Иди обратно В первый дарк Шипастый меч Шипастый щит О, там еще один Такой рыцарь Ну нафиг Где оно Шипастый меч ДД скейлинги 34 блида Обычный колющий И вот Парировал по канонам Первого дарка Со спины Меч Кирка Средний палец Печально известного Шипастого рыцаря Лезвие меча Усеяны бесчисленными Смертоносными шипами Они рвут плоть Вызывая серьезное Кровотечение Навык стойка У все Лонгсорда Похоже, что да Да Стойка, наверное, та же Окей Куда я хочу пойти И насколько это Зеленая жижа ядовита Не ядовитая Но замедляет А Окей По-моему, гигантов Все-таки Сверху было бы Проще убить Почему фаерлинг Здесь не разрушен В отличие от первой части По-моему, потому что Это просто другой Храм, который Также назван Хм, рычаг? Что он делает? Ау А, он делает мост? Возле гиганта Да, там полно лута Но я не хочу с ним сражаться В замедляющей жижи Рыцарь, смотри, я здесь Оу Нет Я рыцарю, это говорю А не вам Наркоманам Рыцарь, смотри Fireball А Сойдет Хорошее сочетание Когда я После бэкстаба Или парирования Селую заряженную провожу Она как раз успевает Зарядиться Противник успевает Встать И дохнет Там еще и ворота За гигантом Поищу какой-нибудь Shortcut для начала Когда-то давно писали Что действия происходят После первого дарка Они определенно происходят После первого дарка Потому что куча Описаний предметов Ааа Там Хотя белый путь Давно позабыл Вся целой Да Уже сразу говорит Что это после первого дарка Потому что в первом дарке Он упоминается как Глава белого пути Или что-то подобное Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа стоп это еще один лифт куда-то что а это шорткат лифт куда-то ведешь надеть броню падшего рыцаря она тяжелая слишком у меня переносимые веса только нет окей куда я попал а главное зачем кольцо глубин добавляет ячейки заклинаний кольцо переделана диконами храма глубин а переданное диконом добавляет ячейки для дополнительных заклинаний в храме дремлют самые чудовищные кошмары поэтому диконам требуется великая легенда дабы не отступить на перед своим долгом философия призвана отогнать безумие которое притягивает обитающие здесь ужасы куда это ведет этом было или нет нет это над тем местом где я был ведь могу отсюда допрыгнуть туда да легко а она на второй раз успел дьяка нам матей пофиг ударение не нужны почему они друг другу не могут дамажить как же я ненавижу этих тупых рабов черт а а а а И где? Окей, этот чувак сам спрыгнул. Да, кто там что говорил про то, что нельзя вторгаться к тем, у кого не призван фантом? Вот ко мне вторглись, хотя у меня не призван фантом. Так что это всё гонево и неправильно переведённая инфа была. Смотрел. Сюда не стоит идти, пропустишь офигенную часть сюжетки. Пофиг. Бледный язык. У меня уже есть один, даже не один, у меня уже два есть. Во время поиска, да, предпочтение уходит к кооперам. То есть приоритетнее миры тех, у кого есть фантомы. Особенно для мародёров, по идее. Их вообще кидает туда, где как можно больше народу. Может, я реально сюда не хочу. Я могу отсюда спрыгнуть на гиганта, но я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Но вернуться отсюда нормально я не могу. Где фантом, я тоже понятия не имею. Блин, язык как сосуд души во втором. Но это же пвпшная награда просто. Мне не очень нравится этот чувак с огромным двуручником. Поэтому я пойду и убью его. А, это такой же рыцарь, только он с огромным двуручником вместо меча и щита. Окей, это было плохо. Я не думаю, что я могу его парировать вообще. И я зря пью эстас. Окей. Ну ладно, пойду. Блин, я хочу свои души забрать. Хотя, нет, я не хочу свои души забрать. Туда хрен попадешь. Кому нужны души? Там всего лишь 15 тысяч. Пойду лучше в эту сторону. О, тут есть... Еще один гигант. А тут? Это похоже на рычаг. А, я мосты поднимаю. Да, понятно. Тут гиганты еще с вами наползают. Вообще шикарно. Вау. Окей. Как мне эту стенку поднять? Точнее, этот мост. Оттуда? Видимо, оттуда. Да. Там еще какая-то хринька меня паузят. Не, нафиг гигантов. Такая стоп меня уже не сюда. Ядовитые стрелы. У меня их, по-моему, нет. Ну, в смысле, у меня их точно нет, но, по-моему, я их не могу еще покупать. Что лучше для траперов поя 0 длительности через санбласт или взрыв всех, когда триггерится одна? Лучше взрыв всех, когда триггерится одна. С кластерами, ловушками идеально прокатывает. А, я понял, не понял, не уверен. Я не уверен, что я понял. Мм, тут еще... Стоп. Почему здесь эти ящики? Я сначала думал, что здесь проход, который заставлен ящиками. Оказалось, нет, это просто ящики. Не успел. Не успел. То чувство, когда за ящиками ничего нет. На ступеньках безопасное место для пиромантии. Она до него дострелит? А, нет, я не успел. И я застрял в стене. Идеально. А, на этих ступеньках. Кстати, да. Или нет. Определенно, нет. Недавитые ножки крыс продают. Но у меня нет души все равно. Ладно, пойду попробую все-таки снизу его убить. Я не знаю. Я надеюсь, он хотя бы не респавнится. Я надеюсь, он тебя встретил. Неам. Нет. Или нет. Я не могу. Учитывая, что скорость у меня здесь примерно нулевая Я не знаю, как я должен от него уворачиваться Если он в мою сторону топает Так же я не знаю, а ну около половины жизни Вот как я от этого должен был вернуться? Или от этого? Квикстепом даггера? Не, это бы помогло Но это нужен даггер Тогда я его дамажить не буду Окей 4000 душ Большой осколок титанита, навозный пирог Оно того стоило Отравляет врага токсином, воздействует и на игрока Из-за взволония немногие решаются таскать отпрямят с собой Хотя токсины быстро наносят сильный урон Может среди нежды кто и любит всякую дрянь, а может и нет Ммм, шмот девы Это босс? Подозреваю, что да Сейчас узнаем точнее Ммм, нет Двузубец святого Косточка И все И... где оно? Вот оно Серебряный двузубец, украшенный священным символом Прежде им владел святой Климт Он отказался от оружия, чья сила зависит от веры владельцев В тот же самый день, когда предал собственную веру Дескейлинг от веры, 16 веры требует Вилка Ну Она тыкает Да, даггерами можно квикстепить даже без маны Но не без стамины Хотя и... Здесь ведь тоже должен подниматься мост, правильно? Что его поднимает? Батинки издора, да? Ау Распех издорона Смерть издорона Рычаг наверху Все-таки бежать быстрее Управление на клаве тут более норм, чем в первом дарке и во втором дарке Хитбокс издорона Стоп, зачем я сюда пришел? Ну, гигант все равно не испаунится Так что теперь я знаю Теперь я могу по мостам походить Наверное, если они отсюда вообще Ну, по-моему, они отсюда Нет, правее То есть я не могу по мостам походить Окей Упс, это я зря Ну, тогда уж можно и так Упс Не отхиливается, чувак Стоп Нет, здесь еще не был? Оу Окей да ну нафиг а да точно я помню что здесь еще не был но это не сложно я надеялся что это будет крит скорее всего был бы крит если я чуть быстрее подошел или там что-нибудь подобное сапфир оудрича он оудрич я отказываюсь верить переводчикам восстанавливает ок при критических ударах уродливое кольцо оставшиеся от оудрича святого покровителя глубин восстанавливает ок при критических ударах оудрич печально известный своей любовью к свежей плоти очевидно хотел разделить с другими упоение которое испытывал слушая вопли умирающих жертв окей остались только пути сюда мимо гиганта и сваймов и туда где крыша так не срабатывает кстати не уверен так что за но я еще не весь шмот этого дорона подобрал или из дорона как он там гиганту успокойся я сваймов выманиваю ладно в принципе пофиг или не пофиг еще эта хрень какая-то я не там и не там еще удар 3 если смогу залучить его правильную ногу окей ура блядный язык еще один дуранские молоты хотя я так сейчас мне сейчас я узнаю что меня тут не будут убивать я тут будут убивать я тут очень будут убивать но окей тогда я здесь останусь и почитаю так что там доронская нашел это похоже на этот как он левелинский доспех доспех рыцарей дорона считавшихся выходцами из страны известный по легенде о поддержании огня замечательная броня легкая и прочная укреплена редкой гисталью рыцари дорона прежде были наводящими ужас наемниками но когда измена приравнялась к погружению в бездну они распались навеки 54 у меня даже шлем подходящего нет к этому сойдет так и молотки доронские молоты парные молоты рыцарей дорона выходцев из страны о которой говорится в общем вся та же фигня они быстро прославились благодаря агрессивной технике боя без щита вселяющий ужас в сердца врагов чески линги 18 силы чтобы одной рукой одну дубину держать миссию не хватает чтобы в каждую руку по дубине все на все окей наркоманство без шлема бегать очень вредно потому что резисты отваливаются причем сильно отваливаются в принципе московорничего так наверное вообще хорошо так там чувак с твоим чувак без твоя но это не это не свайда человек с огромным двуручным мечом человек без огромного двуручного меча два священника по моему мне тут не рады какой у него хороший стил дистанционного зажигания свеч ну там еще какие-то люди сидят уголь те что на скамейках не агрится если не трогать окей поверю ау какой то он гвин с такими пинками а чёрт у меня пол кончился окей окей они не дропают свой меч кстати а то у них крутой меч окей Ёбка из тех, какие носили Диаконы Храма Глубин, её надевали под мантию насыщенного красного цвета. Когда настало время, те, кто должен был противостоять ужасам Глубин, не выдержали их мощи. Похоже, ни стремление к пламени, ни вера не смогли их спасти. Я всё равно не играю с Грейцвардами. Ну, на этом персонаже я не играю с Грейцвардами. Это выглядит, как будто оно должно открываться. Это не значит, что я на других персонажах не играю с Грейцвардами. Окей, там босс. Грейцвардами Пропустил проход Где? А, там Возможно Нет, не там Тут Ну, тут я определенно пропустил проход Хм, эти мосты на самом деле не мосты, что? Ну, здесь я Был? А, да, здесь я был Шорткат Черт Так, а вот этот вот мост на самом деле мост Дальний талисман Ну, как его поднять? Этот с другой стороны открывается С этой стороны больше ничего нет? Ну, да, я и сам вижу, что с этой стороны больше ничего нет Лифт, вернись ко мне Под лифтом ничего Мост после босса Ну, тей Огромная куча знаков, естественно Окей, пофиг Надо было потратить душу, наверное Окей, это огромная толпа Это отсутствие стамины Херосбар не убывает Надо какого-то конкретного ступать или что? Потому что я вроде одного убил уже А, бить с красным свечением Ага Красное свечение перемещается? Они новые спавницы Или можно их просто тупо всех убить? Ау Ага Если я убиваю того, который с красным свечением Это дамажит босса Ну, дамажит хеусбар босса Спавница новая Сейчас бы цвай какой-нибудь Который всю эту толпу сразу накрывает Окей Хотя здесь какого-то тоже нормально накрывает Ааа Куда этот шарик делся? А, аж туда Это какой-то особый синий Чувак Ааа Окей, видимо заспавнился сам босс Что они делают? Ау, они делают больно Вот что они делают Я думаю надо стукнуть этих троих Четверых? Четверых Ну, скоро эстус кончится Это нехорошо Ау Ау По-моему, когда я его стукаю Он не всегда Босс не всегда Оу, они еще и отхиливают друг друга Какого хрена? Ау 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 Ну, мне нужно больше эстуса сюда Я знаю, я могу еще плюс один сток сделать Ну, в смысле Еще один левел на него повысить Вроде бы Или не хватит Нет, у меня всего два больших осколка Но я могу пиромантию сделать еще на один левел выше Тоже вариант, наверное Так Да, мне пригодится пара эстусов для Для маны Мне нужно четыре куска Я бы хотел эту фигню попробовать Но мне не хватает на нее статов Причем сильно так не хватает Не пригодится, что у меня ученица без... Хе-хе-хе А-а-а-а-а А-а-а А-а-а Хм... Обмазать я свой меч не могу, даже огнем, правильно? Да Огненные бомбы тоже, я не думаю, что там сильно помогут Так, как туда попасть теперь? Вроде бы так Купить что у чувака на троне и прокачать Проблема в том, что титанита нет вообще Потому что покупать я его не могу, так что даже плюс три пушку я себе сделать не могу никакую А, нет, не с... Нет, сюда, как раз Как раз сюда Пройти на крышу, там будет костер ближе к этому боссу Что? Там же нет костра Или... А, на ту крышу Ну не знаю Мне сказали туда не идти, потому что я что-то там пропущу А, там чешуя нужна Ну чешуя у меня тоже немного Ох... наверное стоит съесть уголь окей ты светишься умри а чёрт ну хотя бы это force так что он не дамажит ищу одна воли заспавнят за полноценный босс вау сколько у я давайте отхилиться наркоманы да блин и где кто зачем а там какого хрена на какого-то моба на другом конце карты улетела окей заспав него съелись и 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 Вау, эта хрень летает сквозь стены. Окей. Почему у меня щит в руках? Какого хрена? Оу, и на меня стакается какое-то проклятие? Окей, этих чуваков нужно убивать. Продолжение следует... Тут нужно что-то очень ДПСное, чтобы я мог этого самого босса заборстить до того, как его отхилят или до того, как меня стукнут. Что у меня еще есть из оружия? Эта фигня, скорее всего, еще хуже будет. Меч убийцы нежити. Может быть. Коса. Кстати, да. Фаерболы не помогают. Фаерболы... Там нужно пять фаерболов на человека и это... Они стагерят меня так, что я не успеваю их кидать, по сути. Но у него ничего нового нет. У него есть только магическая рапира еще в продаже и заклинание, которое я не могу использовать. Блин, к нему еще и хрен запрыгнешь? Да, кольцо его у меня уже есть. Надо бы его эквипнуть. Я не уверен, что оно работает. Я не уверен, как оно работает. Вроде где-то я видел инфу, что оно как-то забаговано. У меня два куска чешуи, так что я могу сделать его плюс один. По-моему, это не сильно поможет. Альтернативно я могу сделать саблю плюс два. Это, может быть, лучше поможет. Хотя дальность там такая же, как исток, наверное. Но я могу и то, и другое сделать по-моему. Упс, это не то. Ну ладно, пофиг. Черт. В общем, я нарко... Наркоман? Да, я... Я наркоман. А, не-не-не-не, я не наркоман. У меня просто души кончились. Слишком много говна в инвентаре. Можно, конечно, и это сделать плюс два. Но 147 плюс 27 будет... Тут больше урона. Но дальность хуже. Этот мяч мне не нравится тем, что он стаминный дофига жрет на удары. Но сабля на этом бойсе вряд ли сильно поможет, потому что дальность. Ладно, пофиг, ни то ни другое не буду апгрейдить. Стартовые ножки наемника. У меня нет... Как оно называется? Титанита у меня нет апгрейдить. Обычное оружие. Так, как туда попасть было? Вот так туда попасть было. О, да, эстуса надо было поменять. Накинуть что-нибудь от огня. Семнадцать. Двадцать три. Двадцать три. ну получилось от пироманта хотя логично меч ртильский ретильский морозит боссов но не знаю можно попробовать я могу также пойти все-таки на крышу смотреть что там но для этого нужно куда вообще идти не помню куда нужно идти чтобы попасть на крышу как минимум нужно забрать свои души с босса так что у меня с кольцами и что мне нужно с кольцами это кольцо мне не нужно наверное стоп почему у меня нет кольца защиты от огня на другом персонажи вроде бы было или его просто продажи видел ладно так как этот меч ну с одного он их все равно не убивает что довольно хреново тогда души души а как этот меч этот меч хуже сильно хуже стоп совая здесь силой это выпад и ну и и и и и Какого хрена? Босс приехал. По-моему, отхиливают его синие. Я не уверен, спавнятся они или нет. Может их убить, можно всех. Да, блин. Сейчас меня вообще зажрали между врагами. А, блин. Жму вы в середине толпы. Жму я в середине толпы. Субтитры сделал DimaTorzok. А, нет, граб. Не могу я забык ставить, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok. Потому что обычных я вроде могу вот этих вот бэкставить. Да, определенно. Готово. Маленькая кукла, душа, диакон в глубин. Окей. Не, этот босс намного лучше, чем Ложи Хаоса и Древний Дракон. Он не супер, но он хотя бы интересный. Так, что я получил из этого? Одна из искверненных душ. После того, как Олдрич отправился в Холодную Долину, архидеакон Ройс остался в соборе с верховными жрецами, чтобы вечно охранять гроб своего повелителя. Маленькая кукла, изображающая юного роженосца. В легендарном старом городе Иретиле, что в Холодной Долине, понтифик Салливан давал эту куклу особо значимым персонам, чтобы те могли пресечь барьер, возвращаясь домой. Прислушайтесь, и вы услышите, что куклы тихо шепчут. Куда не отправишься, Луна все равно садится в Иретиле. Где не окажешься, дом твой Иретил. Окей. Так, пойду быстренько вернусь в Фаерлинг. А то у меня 34 тысячи. Это почти ганкеры в церкви с второго Дарка, только повеселей намного сложнее, да. Что я могу сделать из этой души? Оу, стоп, что? А, это эти двое. Оу, и мы снова встретимся. 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 Это, как меч и катализатор. Диаконы голубин пользуются такими, отправляя свои... Отправляя свои ритуалы? Окей. Диаконы, ведомые архидиаконом Макдоналдом. Это и священники, и чародеи. Временный дополнительный источник света. Навык. И интересно. Ну и рапиры это из другого чувака. У элитного рыцаря голос и пол зависит от персонажа игрока. Я там кому-то еще книжку мог отдать. Продолжение следует. Эти истории не понравились тебе. Конечно, если ты только встал на меня, то маленькая рыцаря... Ну да, это она тоже самое говорила, когда ей другой том давал. Что это мне дало? Глубинная защита, дополнительная атака, поглощение, сопротивление и восстановление выносливости. Этому чуду обучали тех, кто официально вступал в должность Диакона Храма Глубин. Немного усиливает атаку, повышает защиту и сопротивляемость одновременно ускоряет восстановление выносливости. Какая имба? Глубины изначально были тихим и священным местом, но там нашли последнее пристанище, многие ужасные чудовища. Эта история о глубинах защищает тех, кто должен служить посреди этих кошмаров. Если сопоставить с Ромом-пауком, Ром хуже. Ром абсолютно идиотский и неинтересный босс. У него три атаки и... Там, 30 пауков одинаковых. Саранча. Темное чудо, которому учит в Храме Глубин. Натравливает на врагов рой насекомых. У этих маленьких тварей из глубин миниатюрные челюсти, полные клыков, мгновенно разрывающих кожу и вгрызающихся в плоть, вызывая ужасное кровотечение. Веселое тут заклинание. Так, сделай мне обратно нормальный эстус. Усилить я могу, конечно, этот меч, но не хочу. Мне он не нравится. У него мувсет Лонгсорда, но он жрет стамины сильно больше. Глефа. Это не Глефа. Глефа выглядит совершенно не так. Да, доспехи из Дорн, надо эквипнуть, они красивые и хорошие. Какой, по-моему, самый неинтересный босс из тех, которых убивал в этой части? Дерево? Ну, не то, чтобы неинтересный. Мне почти хватает, стоит снять тёмную метку или не стоит снять тёмную метку. Чат, скажи мне, снимать или не снимать. Алибарда Чёрных Рыцарей, да, на Глефа похоже. Это она и есть, спойлер. Ну, не спойлер. Не стоит, не снимать. Говорит с Юрией ещё. Но я не хочу выглядеть как Полый. Пофиг на концовку, я не хочу выглядеть как Полый. Не снимать, убить мага. Порджинг Стоун, он снимает уродство, но оно потом обратно появляется. Ну, допустим. Ура! Всё равно в шляме всегда. Ну, теперь я могу эквипнуть вот эту вот няшную броню и выглядеть няшно. Только нужно обратный исток достать. А, я так и не прочитал описание этой хрени. Белая мантика, какие носят странствующие девы. Это часть их официального облачения, вне зависимости от ранга. Мягкий материал и хорошая выделка, но для битвы этот предмет не подходит. Окей. Мягкий материал. Дай мне уровней. Так, наверное. Босса глубин я завалил вот этим мечом. У меня нет этой фигни? Нет, у меня нет этой фигни. Так, ну. Поехали смотреть, что там еще есть. У Юрия есть кольцо, которое меняет внешний вид персонажа, но это кольцо, это целый свод занимается. Какого хрена? Белая корона архидиакона. Дорвалась исключительно божественным посланникам. Говорят, один из трех архидиаконов глубин бросил свою белую корону, покидая храм в погоне за Оудричем. Священная куртка. Знак высшего ранга в белом пути. То есть это был белый путь? Говорят, один из трех архидиаконов глубин защищал варец Оудрика, надеясь, что когда-нибудь тут вернется. Перчаток не было, правильно? Это почти такая... Да. Да. Почему? Это почти такая же юбка. Юбка, которую носил архидиакон храма глубин. Примкнул к матери перерождения Розарии, считаю ее богиней. Ну окей, да. Все вылетело. Проблема в том, что когда оно вылетает, таким образом оно крашит видеодрайвер, роняет ОБС, и у меня не сохраняется локальная запись стрима. Так что мне придется ее качать с твитча, так что если там где-то убран звук, то... да. Но броня красивая. Но я, пожалуй, поменяю ее назад. Окей. В этом зале больше ничего нет, вроде бы. Ну попробую... Нет, не сюда. Да. Попробую сюда еще раз сходить. Может там что-нибудь изменилось? Я не знаю, какое максимальное количество эстуса и уровень его прокачки. Ну, моста тут все еще нет третьего. Ну и туда, очевидно, не стоит пытаться идти. Видимо, мне надо было сначала по крыше туда пройти, чтобы мост сделать. Так, как попасть на крышу? Потому что я не особенно помню, как попасть на крышу. А, точно, Кострона. Да-да-да. Ну пофиг, это отсюда, правильно? Господа! Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, куда здесь надо было идти, я уже не помню. Сюда? А, камера, что ты делаешь? Окей. Этот чувак выходит. Я могу его парировать, кстати? Но определенно не так. Да, могу. Если я еще стены не избивал так активно, было бы вообще хорошо. Я даже не знаю, что с кольцом мне взять. Ладно, пофиг. Стоп, это здесь разве было? Ну, а дальше... Я не помню уже. А, дальше просто другое место, где можно зайти тоже. Ау. Пока, чувак. Ну, я знаю, что там есть вещи, но я там уже был. Так что вещи там... Вещей там уже нет. Пока, чувак. Привет, чувак. Сторонным щитом не бегаю, потому что я его не подобрал. Надо бы этим заняться, кстати. Ммм. Храмовники. Массивные железные наручи из тех, которые носили рыцари храма глубин. Отвратительные создания глубин легко завлекают простаков, но храмовники готовы встретить пришельцев в лоб со всей своей мощью. Так, и куда мне отсюда спрыгивать? В эту сторону? Видимо, да. Надо бы отфилить перед этим. Ээээ. Окей. Начинается. Так. Ну, я не уверен, зачем это все было нужно. Конечно, мост тут теперь есть, но смысл? В другую сторону пойти? В смысле? А, там, да, есть куда пойти. Я не заметил этого прохода. Ну, я не заметил этого прохода. Пойду отчелюсь. А, это можно открыть. Эм, окей. Впереди хаос. Убить его он мелут, друг, нет? А, шпастысят. Эм. Розария, мать перерождения. Это пвп-шный местный ковенант темных духов. И вроде кто-то где-то писал, что если в него вступить, то куда-то еще нельзя вступить. Пока что я подожду. Там, по идее, если в каком-то правильном порядке это делать, то можно и туда, и туда попасть. А, да, убить того, чтобы он меня удропнул. А, да, красный мелок, действительно. Да, пожалуй... Да, блин. Перезагружу авокад, все быстренько. Упс, нет, это, это не то, куда я хотел. Если в него вступить, можно реально переродиться, в смысле сменить персонажа. Ну, окей. Что? Отлично. Хватает? Хватает. Я до двадцатки догоню стойкость, ну, стамину и жизнь, и потом я буду качать уже все остальные статы. Спальня Розарии. Пойду еще раз туда. А, стоп, туда, не туда поднимусь. Пофиг, можно и туда. Поехали. Поехали. можно сменить статы и внешность но не класс персонажа ну класс персонажа это только стартовые статы и стартовый кейп куда его менять но тут ничего не поменялось видимо сюда нужно было приходить до убийства босса чтобы нпс и прочее говно чат меня обманул ну ладно есть еще пара персонажей на которых я могу это сделать сам так тогда я хочу сделать вот что я хочу взять себе там 12 магических эстуса не пойти поубивать крабов на предыдущем этом предыдущей локации но в прохождении если получится с нпс сделать то я сделаю с нпс ключ за 20к покупал так секунду так краб я пришел мстить хотя мстить подразумевал бы что он меня убил этого не было но на даже раз по этому поводу нет ну ладно краб так 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 А, стамина, стамина, стамина. Чёрт. Готово. Минус один краб. А! Пожалуй, есть смысл взять это кольцо. Пожалуй, есть смысл отхилиться перед тем, как со вторым крабом сражаться, наверное. Минус один краб. Минус один краб опасен. И у него нет никакого уязвимого места, по которому нужно бить для массивного дамага. Так что это не каноничный краб. Ну тебе нафиг, краб. Лови фаербол. И лови ещё фаербол. Ну, ещё один. Кольцо в Великой Топе. И где-то здесь ещё должен быть... Да, травяной щит. Ура. Я всё получил, что надо было. Усиливает пирамантию. Считается, что это кольцо вырезали из кости пламенной Саламандры, сражённые болезнью пираманты, которые жили в Великой Топе. О Саламандрах говорят, что это потомки демонов, родившихся в пламени хаоса, из которого произошла и пирамантия. С таким кольцом начинает игру пирамант. Травяной щит. Старый металлический щит среднего размера и неизвестного происхождения. Травяной утро слегка отмечен магией, благодаря которой быстрее восстанавливается выносливость. 89% и 50% блок. 50% стабильности, не процентов блок. Довольно неплохо. Упс. Упс. Куда-то я не туда зашёл. В моментале щит черного рыцаря, да. Он выпал с черного рыцаря на этой локации. Если это кирка посмотреть, да. Шлем кирка шипастого рыцаря, тёмного духа, пользующегося дурной славой. Поверхность усыпана шипами. К кровожадному кирку они отлично подходят, ведь врагов можно ранить, цепляя их шипами во время переката. Броня. Где его броня? Я слепой? А, вот его броня. Ну, то же самое описание. Ммм. Быстрый перекат. Ну, что, повторгаться, что ли, последние, там, 15 минут до конца стрима? 71. Чёрт. Ну, ладно, так. Что? Вроде меня должно здесь пускать, потому что... А хотя нет, уровень я повесил. Может быть, не будет пускать 37-й. Сейчас посмотрим, если не удастся в ближайшую пару минут, то я перейду на другую локацию. Оставлять послание можно сразу. Так что ничего делать для этого не надо. Да, блин. Надо стукнуть драйвер обратно. В общем, у меня стоял старый драйвер, с которым всё работало. Точнее, нет. Когда я начинал в первый день, когда я стримил Dark, у меня был обновлённый драйвер. С ним всё вылетало иногда. Потом я... А, при заходе в игру слетают настройки освещения, которые должны быть минимальные. Потом я поставил старый драйвер, с которым оно не вылетает на минимальных... Точнее, не на минимальных настройках освещения. Потом я попытался зайти в бету дума, которая сегодня снова открытая. И он отказался со старыми дровами запускаться. Упс. В общем, надо обратно откатить дрова на старую версию. А дум нафиг. Ладно, пойду. Туда. Что? Нет, не сюда, видимо. Туда. Туда. Продолжение следует... 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 Думаю. Не беспокойся. Главное планирование против большинства. Один старик из Катавина. И я... Главное планирование. Думаю. Я имею в виду, может быть, я... Вторжение перестаньте. Так, ну они явно не здесь. Или что? Или где? Судя по толпам мобов, здесь кто-то пробегал. Как эти толпы мобов мешают мне ходить? Окей. О, синий пришел. Что это за фигня летит? Черт. Окей, пока, синий. Мне его засчитают? Это было нехорошо. Я был в перекате. Четтерство. Нотей В общем, пвпшник из меня, как обычно Ну ладно Тогда на этом все, на сегодня, наверное Я не уверен, когда я в следующий раз буду стримить Завтра или послезавтра Посмотрим, как получится Скорее послезавтра Ну не знаю Ну да, на сегодня все Я надеюсь, вам понравился стрим Спасибо за просмотр С вами был Аймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok